всем привет сегодня хочу взять 4 рецепта блюда из стручковой зеленой фасоли мы его очень любим ее эту фасоль покажу вам сегодня 4 рецепта ну зав сегодня 2 сделаю и завтра 2 сделаю сегодня сделаю пирог и салатик ну а завтра покажу попозже что сделаю она полезная вкусная нам очень нравится ну кто любит смотрите как ее не любит эту фасоль так что нам понадобится для салата растительное масло майонез чеснок но я взяла три мелких ну кто какой любит поострее пони острый вот потом отварить нам нужно фасоль у меня где-то 400 грамм фасоли 7 минут кипятим по соленой воде и отварить нам надо два-три яички отлетела вот лица так натерла я на мелкой терке чеснок ну можно выдавить как яйца сварились холодную воду пока положила с ужаса пока обжариваю фасоль сварил вот есть минуток по соленой воде и обжариваю сейчас она обжарится буду резать яйца крупно так не мельчит по ними разваливались и буду смешивать такой простенький салат там всего там 3 ингредиента но вкусно первое блюдо готово салат готов теперь будем готовить пирог для пирога нам понадобится слоеное тесто бездрожжевое фасоль стручкова где-то грамм 150 сыр у меня уже натертый тут творог и яйцо в первую очередь мы кладем варить фасоль на две минутки до полу готовности под соленой воде берем творог яйцо солим перчим и все тщательно хорошо перемешиваем дальше раскатываем тесто смазываем противень или пергаментную бумагу с у кого есть противня нету выкладываем делаем такие бортики чтобы были чтоб не вытекала ничего и выкладываем творог сначала творог выложила теперь выкладываем на творог кладем фасоль и на фасоль посыпаем сыром так весь пирог все теперь ставим духовку на 200 градусов на 30 минут второе блюдо готово вот такая красота получилась вкусно то так это уже второй день сегодня мы будем готовить из фасоли супчик и кое-что еще на второе на ужин мы будем готовить на супчик нам понадобится пачка фасоли вот у меня 400 грамм тут будем варить из бекона грамм 200 бекона 300 я не знаю чем больше конечно вкуснее сколько у меня есть тут чесночок перчик болгарский морковка картошки мне три такие большие приправы это лаврушка перец соль начале мы чистим все овощи режем картошку как обычно носу и отправляем ее варить минут на двадцать вместе теперь теперь уже можно приправки сразу положить пока картошка варится мы натрем морковку порежем так мелко до супа перец тоже порежем бекон и все это обжарим делаем такую вкусную перри жарку так поварилась где-то минут 15 картошка высыпаем туда спасло и сейчас высыпем туда вот эту ароматную вкусную перри жар очку что делает и весь все высыпало теперь варим еще минут 15 10-15 и все потом я уже в конце добавлю чеснок я натерла и если есть зименушка у меня осталось немножко укропчика нарезанного добавлю через 15 минут и выключая суп и еще минут 15 настаиваться будет она все готова ароматный третье блюдо готова второе я буду готовить макароны с бекона вот на вторая часть бекона осталось и с яйцом пашот я ни разу жизни не делается пашот буду учиться вместе с вами это делать для этого мне понадобится масло на массе жарю уксуса для яйца пашот надо будет нам пригодиться фасоли грамм 200 немножко так бекон чеснок макароны я пол пачки наверно сделаю целую не буду делать кому сколько лучок у меня шалот и сырок и яйца ну пробуем в первую очередь мы отвариваем макароны и в подсоленой воде варим кипятим 5 минут фасоль пока все варится я нарезала лук шалот мелко нужно обычный лук чесночок нарезала мелко и его по такими кусочками нарезала бекон сейчас я это все обжарю сделал вкусную пережарочку еще наверно тоже сюда добавлю зелень достатки у меня есть каш добавлю зелень и сделай из этого пережарку так все положила в пережарку и забыл сказать еще фасоль тоже пережариваем но воду слили на стекла и тоже ее в пережарку и все это пережариваем пока лук не пережарится до конца не станет мягким ароматная пережарка у нас готова макароны у нас готова теперь это все смешиваем и вместе прогреваем и в принципе все готово но для красивой подачи нам нужно еще попробовать сделать яйцо пашот который я никогда не делала но это мы сейчас будем делать вместе я посмотрю получится у или нет я думаю можно просто ищите я хочу попробовать все таки стоит же такое знаменитое яйцо пашот и кто не знает это яйцо которое варится без скорлупы варится именно в воде но без скорлупы попробуем для яйца пашот нам нужно расколоть яйцо в чашку вскипятить воду и добавить в нее соль и две столовые ложки уксуса так доводим воду до кипения потом убавляем ее на самый самый маленький огонь делаем вот такие вот круговые движения воронку раз-два-два раза и там воронка появляется и в эту воронку вливаем яйцо и варим четыре минуты как сейчас меня лера поснимает а я попробую отказать семья сама счет получится 1 2 и аккуратно вливаем лицо и аккуратно влево не значу получилось и четыре минуты засекает все через четыре минуты нам его надо вытащить и мы посмотрим что у нас получится все четыре минуты прошло беру шумовку вынимаю первое яйцо правильно это неправильно но что-то вроде как получилось выложу на тарелку короче как-то получилось что желток в яйце там внутри да и так должно быть или нет я не знаю но делаем второе сейчас я сделаю все яйца так надо медленно выливать а я в трасс быстро влево и тогда покажу что получилось так второе яйцо готово на такие интересные так главное даже не знал я думаю они получаются как как яичница а там она еще такой мягкой я так понимаю что никак глазу не вот это сверху вот так а внутри мягко так как когда варишь яйца смятку вот тип того что-то такой я думаю на вкус посмотрим прям даже очень интересно но сейчас покажу какое блюдо получилось макароны готовы на горячие макароны я положила сыр насыпала и положила яйцо пашот вот такая вкуснятина получилось